В эфире новости Севера Башкирии. Начнем выпуск с региональных новостей. Стали известны даты проведения Сабантуев в Башкирии. 1 июня праздник плуга пройдет в Бирском и Илишевском районах. 8 июня в Болтачевском, Бураевском, Дюртюлинском, Калтасинском, Краидельском, Таташлинском и Янаульском районах. 15 июня в Краснокамском и Мишкинском районах. Команда КВН «Нефтик» из Нефтекамска вышла в полуфинал первой телевизионной лиги. В эту лигу команда впервые попала в начале года. Тогда ребята уверенно прошли этапы 1-8 и 1-4 финала и обошли команды из Калининграда, Екатеринбурга, Саратова и полуострова Крым. Теперь «Нефтик» ждет полуфинал и финал и появляется шанс выступить на первом канале. Нефтекамцы приняли участие в массовых соревнованиях по спортивному ориентированию «Российский Азимут». Соревнования прошли в Парке культуры и отдыха имени Кирова в Ижевске. В них приняли участие около 600 детей и взрослых из разных регионов России. Сборную Нефтекамска представили воспитанники детской юношеской спортивной школы во главе с тренером Светланой Смолиной. Участники прошли несколько дистанций разного уровня сложности. Они должны были максимально быстро пройти дистанцию, находя контрольные пункты и отмечаясь на них. В результате нефтекамцы заняли 1-1, 4-2 и 3-3 места. Воспитанник детской спортивной школы «Таташлов» Юниор Закиров принял участие во вторых евразийских играх боевых искусств. Участниками этих игр стали юноши и девушки 99-го 2001-го годов рождения. Они соревновались в различных видах единоборств. Юниор Закиров участвовал в борьбе на поясах и стал бронзовым призером. Тренирует спортсмена Идрис Гелязев. В Дёртелях началась реализация республиканской программы «Башкирские дворики». В этом году отремонтируют три двора. Во дворе по улице Матросова уже начали подготовку к ремонту асфальтового покрытия. Также здесь создадут парковочные места, установят дорожные и тротуарные бордюрные камни. Детские спортивные площадки оборудуют безопасным резиновым покрытием и установят дополнительное освещение. Также планируют обустроить зону отдыха и установить малые архитектурные формы. В Дёртелях и Янауле состоится большой танцевальный праздник «Весенний бал 2019». Второй год одно из самых ярких мероприятий проводит компанию «Фанет» совместно с администрацией района. Выпускники вместе с сотрудниками компании уже выучили полонез, школьный вальс, бранль, хоровод, рок-н-ролл и флэш-данс. Эти танцы они исполнят на главных площадках города в присутствии родителей, учителей и горожан. Важная часть праздника – аллея выпускников. На ней горожане увидят фотографии одиннадцатиклассников и узнают, какую профессию они выбрали. На празднике будут работать и тематические танцевальные творческие площадки, где гостей ждет множество сюрпризов. Весенний бал станет ярким воспоминанием не только для выпускников, но и для гостей. В Дёртюлях праздник состоится 23 мая на Центральной площади, начало в 12.30. А в Янауле школьники станцуют вальс также на Центральной площади. Гостей и выпускников ждут к 15.30. В Ильшинском районе садовод нашел человеческий скелет. Инцидент произошел в одном из садовых участков близ деревни Старо-Надырово. На место выехала следственно-оперативная группа. По предварительным данным у скелета отсутствовал череп. Сейчас устанавливается личность погибшего и давность захоронения. По факту случившегося проводит доследственную проверку. Ученица 7 класса Ябалаковской школы Ильшинского района заняла третье место в Гагаринской Олимпиаде по предмету «Общество знания». Ей вручили памятные подарки и подарили цифровой микроскоп. Награждение проходило на сцене Русского драматического театра в Уфе. Олимпиада на кубок имени Юрия Гагарина проводится ежегодно по 16 дисциплинам. В ней участвуют ребята с 1 по 8 классы. В этом году это 134 тысячи школьников. Награды получили более 600 учеников из разных школ. Глава Янаульского района Ильшат Вазегатов ознакомился с ходом посевных работ в сельхозпредприятиях района. Он побывал в хозяйствах «Восток», «Марс», «Мирас» и «Победа». По району Сев весенних культур произведен на площади более 70%. Задерживают работу только дожди. Завершить работы планируют на текущей неделе. Впереди уход за посевами и химпрополка. На сегодня это все новости, а сейчас переходим к прогнозу погоды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова